Что самое странное случалось с вами в доме, чему у вас нет логического объяснения? Однажды у меня был отчётливый сон, где я был в каком-то доме и обнаружил телефон с множеством трещин на вид в старом чехле. Начинаю его изучать и вспоминаю прямо во сне свой номер телефона, и естественно решаю с этого телефона позвонить на него. Я отчётливо помню, что звонил 4 раза и слышал только бесконечные гудки. Затем меня что-то отвлекает, не запомнил почему-то, что именно меня в этом сне отвлекло, и дальше подробности этого сна не помню. Утром после того, как умылся, сел завтракать, взяв с собой телефон. Включаю свой телефон, а там 4 пропущенных звонка от рандомного номера. Решаю посмотреть журнал вызовов, а там написано, что все эти 4 звонка были совершены той ночью перед этим утром, с 4.56 до 4.59. Решаю позвонить на этот номер, но выдаю только, извините, номер не существует или набран неправильно. Хз, чё это было, скорее всего редкое совпадение. Возможно, во время моих снов кто-то решил позвонить мне, используя подмену номера телефона. Больше объяснений не нахожу. У меня такая ситуация была трижды в жизни. Тут сразу важно подметить, что я с сильным скепсисом отношусь к мистике и прочему подобному. Я скорее поверю в присутствие инопланетян на земле, чем в призраков. Однако все случаи происходили после смерти питомцев. Первое. Моя первая кошка пропала. Я был маленьким, но помню, как сейчас. Обувал сандали, чтобы пойти гулять, и тут моя кошка начинает треться об мою ногу. Первые пару секунд я даже не придавал значения, но потом испугался, закричал и отпрыгнул. Видел силуэт кошки еще пару секунд, а потом, не знаю, как будто просто исчезла. Второе. Позже я периодически, когда оставался один дома, слышал в коридоре квартиры шуршание. Постоянно убегал от него и запирался в комнате. А когда пытался пройти через коридор, то шуршание возобновлялось. Пару раз я набирался смелости, и когда шуршание утихало, я шел проверять, чем был источник звука. Каждый пакет, каждую коробочку, каждый угол проверил, но так ничего не нашел. Зато однажды я сказал, ну давай, я тебя не боюсь. И потом шуршание стало очень громким. Соответственно, я пожалел о своих словах и убежал. Со временем звук пропал. Можно было бы списать на мышь, ни одного намека на нее там не было. Третье. Потом я уже в другом городе и другом доме. Во дворе была милая кошка. Я ее кормил, гладил. Она ко мне привязалась, как и я к ней. Но потом ее загрызла дворовая собака. Причем узнал я это уже после инцидента. Стоял на кухне и услышал мяуканье. Потом эта кошка на пару секунд мелькнула и исчезла. Я опять испугался и не понял, что произошло. Я списываю это на воображение или типа того, но это было настолько реально, что страшно. Причем я не страдаю психологическими заболеваниями, насколько мне известно. И у меня остальная психика. Как-то так. Я врач-анестезиолог-реаниматолог. Ко всему отношусь с долей скептицизма. Есть, правда, один случай, который пока логически не объяснил. Это произошло около 14 лет назад. Я работал медбратом в отделении реанимации. Четвертый или пятый курс медунивера. Для понимания истории я расскажу, как устроено то отделение. Длинный коридор. В конце коридора по правой стороне операционная 1. Потом операционная 2. Потом админ помещение со шкафами для препаратов и сейфами. Далее палата 1 и далее палата 2. По левой стороне коридора окна, 2 стола и 2 старых советских дивана, которые кто-то принес. Чтобы можно было куда-то кости кинуть. Мы работали вдвоем с медсестрой. Доктор был в ординаторской. Ночь всегда делили на двоих. В 22.00 кто-то один шел отдыхать на 4 часика. А в 6 вместе готовились к пересменке. Но вроде бы предысторию я рассказал. Было около 2 часов, когда я лег на диванчик, но долго не мог уснуть. Вторая медсестра сидела в первой палате. А во второй палате лежала бабушка в коме. Родственники которой просили ее не реанимировать, так как ей уже за 90 лет было. И умирала она от онкологии. Я начинал уже засыпать, но меня отвлек скрип двери от второй палаты. Я обернулся, но никого не было. Я встал, посмотрел на параметры монитора. Никаких изменений. Нажал кнопочку для измерения давления. Оно обычно минуты 2-3 меряется. Старый аппарат был. Закрыл палату и пошел покурить в туалет. Зима тогда была и снегу навалило. Как докурил, пошел на давление смотреть. Захожу в коридор, а палата открыта. Зашел в палату, а давления уже и нет. Пульса на сонной тоже нет. Хоть 5 минут назад датчик пульс с оксиметра ловил отчетливый 80-90 пульс. И 90 сатурация. Меня немного в дрожь кинуло. Пошел в первую палату. Думал, может моя коллега в палату заходила. Как зашел, увидел, что за столом задремало. Как-то так. Рассказал я ей эту историю и услышал смутные догадки про ведьма небось. Но окончательно я пока не решил для себя, что именно было в ту зимнюю ночную смену. Однажды я собирался в отпуск в Нижний Новгород и искал свой учебник по аэродинамике. Я собираюсь пойти в летчики ГАА. И нашел его под своей кроватью. Да, у меня там целый склад всякого барахла. Через час я хотел достать оттуда пакет с пакетами. И за ним лежал точно такой же учебник по аэродинамике. Я немного опешил, потому что знал, что мой оригинальный учебник лежит в моем портфеле. Но достал его. Решил достать еще кусок мыла и уронил его. Под кроватью я снова обнаружил учебник. В общем, теперь у меня там генератор учебников и я продаю их. Как-то раз в младших классах моя подруга гостила у меня. Мы играли в игрушки и я держала в руке желтую кукольную чашку, которая каким-то образом принимала непосредственно участие в сюжете нашей игры. В какой-то момент эта чашка выпала из моих рук и, не долетев до пола, будто бы растворилась в воздухе, буквально исчезла прямо на глазах. Мы с подругой стали искать ее на полу, но так и не нашли. Спустя минут 10 мы обнаружили эту чашку в другой комнате на подоконнике. Тогда я вспомнила, что на днях она была разбита пополам и родители ее склеили, оставив высыхать на этом подоконнике. Кстати, эта чашка была единственной, а когда мы с ней играли, она была как новая. Я это отчетливо помню. Сказать, что мы были удивлены, ничего не сказать. У меня в доме есть пианино через комнату от моей. Как-то раз ночью я не спал, лежал у себя. И около 4 ночи ни с того ни с сего пианино заиграло. То есть оно не прям заиграло какую-то мелодию, а просто в течение минуты издавались продолжительные звуки клавиш с нижней октавы. По 15 секунд на одну клавишу. Такое было первый и последний раз за все время. Я очень испугался, и моя мама, комната которой была рядом с комнатой с пианино, которая, кстати, просыпается от малейшего шума, ничего не услышала ночью. Потом, когда я рассказывал родственникам, некоторые считали меня сумасшедшим. Изначально мы думали, что мышь могла пробежаться по молоточкам, но они вверху, и это невозможно. Плюс даже если бить по ним изнутри, то звук будет не такой звонкий, нежели использовать для этого клавиши. Ко мне ночью пришел мой кот. Только потом до меня дошло то, что тот кот умер еще неделю назад под моей же кроватью. Он прыгнул с моей кровати и побежал под стол. Я за ним. Смотрю под стол, сверкают глаза зеленым светом, и все. Темнота. Говорили, что может это другие мои кошки. Но нет, тот умерший был сфинксом. Я ведь точно помню, как касалось его. Его теплую морщинистую кожу, а не шерсть. Я была дико уставшей и расстроенной, лежала и засыпала. Как вдруг телек в моей комнате включается без причины. Пульт лежал далеко от меня на тумбе, так что я не могла его придавить своим телом. Из-за усталости я не очень сильно испугалась. Просто встала и выключила телек. Позже от хозяйки я узнала, что такое уже бывало. Причина, либо скачок напряжения, либо краткосрочное отключение электричества. Уверена, у всей странной дичи есть вполне логичное объяснение. У нас на столе лежал глазок, который от двери просто его оттуда зачем-то достали и положили ко мне на стол. Тогда я начал интересоваться историей своего деда, о котором я не знаю примерно ничего, кроме даты и места рождения. За это время я узнал немного. Когда я начал интересоваться его местом работы, глазок начал неадекватно дергаться, хотя ветра не было, все в доме было закрыто. Я обосрался и громко крикнул, дедушка не надо, я знаю что ты здесь. И глазок резко остановился, как вкопанный. Я никому не рассказывал эту историю, но из-за нее я не могу не верить в паранормальное. А это случилось три года назад. В тот день у меня была бессонница. Ближе к вечеру мои родители сильно поругались, и папа ушел проветриться. В доме остались я и мама. Мы лежали на кровати и болтали. Как вдруг у меня появился сильный страх, и в коридоре я увидела движущийся силуэт, который будто бы нес факел. Длилось это около 30 секунд. Тело не двигалось. Испугавшись, я вскочила и стала расспрашивать маму, на что она ответила, что я лежала с открытыми глазами, смотря на нее, и что она не видела никого в коридоре. Без понятия, что это было, но подозреваю сонный паралич, либо галлюцинации от бессонницы. В свое время я очень часто просил у папы подарить мне букет цветов, но очень мне его хотелось. Но он относился к этому как-то скептически и предпочитал вручать мне другие подарки. За что я, безусловно, была ему очень благодарна. Но маленькая мечта о цветах все равно продолжила жить в моей душе. Потом папа резко умирает. И спустя неделю после его смерти, на карнизе моего окна начинают появляться маленькие розовые цветочки. Будто бы их кто-то оторвал от комнатных растений и специально туда положил. Я убирал их оттуда к себе на стол, а они все равно появлялись. Спустя неделю у меня уже была линия семи маленьких цветочков, выложенные на столе. Соседи не могли это сделать, высоко живут. Да даже если бы они и выкинули эти цветочки из своего окна, то они бы улетели совсем в другом направлении. Никто класть их специально туда тоже не мог. У нас дома нет подобных комнатных растений с цветами. А мама удивлялась вместе со мной. Хоть я не верю во все эти 40 дней, да и папа был совсем неверующим, но... А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.